Не хватает монет на ФА-16? Хочешь себе классный состав или просто открыть паки? Обращайся к продавцу монет Никите Парфенову. Качественное обслуживание, низкие цены и быстрая доставка. Ссылка в описании. Бывает, приходишь со школы, хочешь пооткрывать паки, поорать, а тут жопа. Нет денюжек, ни монетки, ни поинца, ни копеечки. Все потрачено подчистую. Галяк, сектор банкрот на барабане. Что же делать в такой сложной жизненной ситуации, когда мамка не дает карманных денег, а чужая мамка просто не дает? Когда все бутылки на районе собраны и до ближайшей зарплаты вам еще лет 15. Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами я Антон Чейз и сегодня я расскажу, что делать в такой сложной ситуации. Пара-па-па-па, рубрика лайфхаки, сука. Итак, дорогие друзья, давайте представим. У вас нет денег, нет рублей, нет гривен, нет тенге, нет доларов, нет мозгов, но при этом пооткрывать паки, сука, очень хочется. Хочется прям от всей души заорать при виде цветной карточки, как это делают все фиферы. Но денег нет, вы на мели, вы не можете задонатить, и вот лайфхак номер один, сделать свои собственные самодельные паки. Да, возможно вы подумаете, что это бредовая идея, но знаете ли, канал футбол в моде при любой погоде так не думает. Видимо, так не думают еще и 19 подписчиков этого канала. Хотя я думаю, что они вообще не думают. 19 подписчиков, блять, просто братство самодельных паков. Итак, давайте-ка посмотрим на самодельные паки, с чем их едят и узнаем, что делать в такой ситуации. Всем привет, с вами я, Арина, и сегодня у нас будет на канале такое необычное довольно видео. Мы будем открывать самодельные паки, которые мне подарила моя сестра. Вот знаете, говорят, что подарок, сделанный своими руками, это пиздато. Это лучше, чем безделушка, купленная в магазине. Я считаю также, что паки, сделанные своими руками, они лучше, чем эти буржуйские подгоны, эти подачки от eSports. Поэтому самодельные паки, это классно. Похоже на Шварценеггера без головы. Ну, такая вот, или на накачанное ведро. Продолжаем. Вот знаете, дорогие друзья, мне часто говорят, что Антон, ты безидейный, ты скатился, ты не орешь, ты просто чмо. Дело в том, что у меня нет сестры, которая бы мне помогала придумывать нечто новое. Вообще, я всю жизнь мечтаю о том, чтобы у меня была сестра, моя ровесница. То есть, я об этом мечтал в детстве. Потому что, когда тебе лет 15, довольно-таки тяжело найти девушку, которая тебе откроет мир секса, а вот сестра, которая к тебе одного возраста... Ну да ладно, тем более девочки раньше взрослеют. Продолжаем. Это уже в другом видео будет. Лайфхак, как сестра. Знаете, если вот так вот... Если вот так вот на паки посмотреть, то они довольно-таки хуёвые. Сколько... Пошло, сколько... Первый это... Но знаете ли, карточка вратаря без рук большего подошла бы Акинфееву, но не Нойеру, одному из лучших. Ну ладно, знаете ли, как говорится, я художник, я так вижу, но это я про сестру нашего героя. Вот, не будем придираться, ну бывает. Ну знаете, Эден Хезерд чем-то похож на Адольфа Хезерда. И что их объединяет, то что они оба быстро сдулись. Что, 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 погодите. Своё видео я снимала совсем... Сменила, снимала? То есть это... Девчонка? Вот это поворот! Вот знаете, дорогие друзья, многие школьники дрочат на тёлок-футболисток. Типа, как здорово, когда тёлка разбирается в футболе, мне б такую, ля-ля-ля. Итак, парни, желали вы бы себе в жёны футбол в моде при любой погоде, открывающую самодельные паки? Так вот, вы приходите домой, жена, жрать хочу, а она вам нарисованный борщ, нарисованные котлетки, ну, это я так предположил. Это Андрес Иниест, да, понятно, но, блядь, почему он похож на кота Базилио? Или на Фредди Крюгера, блядь, сути? Ладно, опять-таки, ну, я художник, я так и вижу. Батл Борисов... Что? Погодите, погодите, я, может, не расслышал, блядь, в уши ебусь. Батл Борисов... Кто? Батл Борисов? Парни, версус говно. Батл Борисов — это для настоящих мужчин. Насколько я знаю, в Борисове есть тракторный завод, и, видимо, там мужики баттлятся на, блядь, тракторных... не знаю, глушаках, например, я не знаю, пиздят себя рулями тракторными. Пиздата. Это батл Борисов. Пошумим, блядь. Батл Борисов, потом Бенфиса, это... Что? Погодите, что? Бенфиса? А, у меня у друга была кошка, Анфиса. Кстати, прикольно было бы назвать кошку Бенфисой. Звучит. Бенфиса... Бенфиса спит. Джонс из Бенфисы. Ну, из моей Бенфисы другие. Вылезают вещи, а не Джонсон. Ну, ладно, продолжаем. Кубок. Не знал, что кубок похож на прыщавый хвост динозавра. Сейчас. А теперь эта... часть кубка похожа не на прыщавую... задницу динозавра, а на... пирожная картошка. Интересно, а если бы футболистам вручали бы вместо Кубка Лиги Чемпионов огромное пирожное картошка, было бы здорово. А как вы думаете? Я думаю, было бы охуенно. Моя сестра очень любит меня, поэтому она сделала карточку. Теперь мы узнаем, что нашу героиню зовут Арина. Блять, просто Арина Родионовна. Вот. Просто вначале она сказала, типа, всем привет, с вами Рино. Я думаю, блин, типа Рино, такой фифер Рино, как типа носорог. Но это Арина. Вот такие дела, дорогие друзья. Личная сука карточка. Чтобы вам сделали свою карточку в фифе, надо, не знаю, надо порвать жопу или стать кастера. А тут, пожалуйста, готово. Я, конечно, не оцениваю ее по внешности, но симпатяшкой назвать ее сложно. А, погодите, Лига Шампиньонов? Это Ибрагимович, у которого, которому надели на голову ночной горшок, судя по всему. И потом у нас Халк и Зенит, да? Погодите, вот сейчас, без обид, я знаю, что у клуба Зенит есть прозвище Бомжи. И вот как бы так получилось, что и правда, Халк похож на Бомжа на этом, на этой фото. Фото. Хотя фото это не назвать. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. Всем удачи, всем пока! Итак, дорогие друзья, собственно говоря, после увиденного я решил на деле проверить этот лайфхак и узнать, работает он или нет. Собственно говоря, я сделал свой пак, и давайте-ка откроем и узнаем, что там будет. Итак, первый пак пошел, играет напряженная музыка. Бах, бах, бах! Йоу, йоу, йоу! Открываем первый пак, и что же у нас? Что же у нас здесь? Что же у нас здесь? Блядь! Итак, итак, первая карточка, это какая-то, блядь, дырка, дырка. Пантелеймон, ну, понятно, Квикселл. Итак, вторая, вторая, вот это вот уже интереснее, это на Бабкин. В общем, дорогие друзья, видите, лайфхак работает. Делайте свои паки, орите на здоровье. Лайфхак номер два. Симулятор открытия паков. Есть такой ученый, довольно-таки видный ученый, ютубер, между прочим, он из Тулы, от Тула полна талантов. Итак, Олдскул СТВ. Он доказал, научно доказал и обосновал, что можно без доната поймать легенду FIFA. Но, к сожалению, он удалил эти видео. Как Гоголь уничтожил свои мертвые души, Том второй, так и этот гений уничтожил эти видео. Но есть запись одного из моих старых стримов, где я любуюсь его везением. Азар! 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 Это что? Охренеть! Крумевка! Девария! Робот! 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 Это как? Робот! Стой! Стой! Эй! Мама! Робот! Стой! Робот! 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 это серьезно второй пак сказочный долбоеб итак дорогие друзья это еще не все дело в том что те паки которые открывал олдскул это паки которые открываются на компьютере и только то есть в браузере а вдруг вам приспичит по открывать паки прямо в школе что же делать и евгеша знает ответ итак он открывает электронные паки знаете его грамотность уже меня приободряет итак давайте-ка посмотрим на евгешу и его электронные паки мотайте на ус если конечно у вас есть ну или на письюн не знаю куда угодно но мотайте и у этого парня есть пару моментов очень интересных и кто же тут прям щечку поцеловал вы знаете дорогие друзья многие фиферы да и даже почти что я занимаются монтажом долгим вставляют музыку какие-то эффекты нахуя когда можно сделать сделать вот так вот но ир 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 это великолепно мне кажется это новое веяние но ебало продолжаем косплей акула detected и кто же это и вот знаете дорогие друзья что этого парня отличает от других ютуберов многие ютуберы зажрались они никого не уважает но этот парень не такой перусик наверное они сейчас извините за перусика это перусик другое дело ну что ж дорогие друзья все что мне остается и вам наверное тоже это понять и простить как его зовут то этого долбоеба евгешу простим а мне остается только с вами попрощаться вот такой вот сегодня был лайфхак пользуйтесь пожалуйста открывайте паки сколько души угодно всем удачи всем пока с вами был я антон чейс и я рассчитываю на ваши лайки с вам мои лайфхаки помогли до встречи спасибо 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 Продолжение следует...